Надо же как-то удержаться у руля. За месяц до выборов, несмотря на абсолютное отсутствие свободы слова, в Польше всплывают новые подробности коррупционных схем, где главные действующие лица – это представители партии Дуды Моровецкого. Чья жена прилично нажилась на земельной афере, а сестра на липовом трудоустройстве. И что не так с небоскребами Качинского? Анастасия Бенедесёк рассуждает в рубрике «План Б». Правящая польская партия, ПИС – право и справедливость, где ни того, ни другого. Помните Эмиля Чечко, польский военнослужащий, который бежал в Беларусь? Его заставляли отстреливать мигрантов. Так вот, Чечко уверял, Дуда и Моровецкий знали, что происходит на границе, а значит и они с ним в одном ряду – убийцы. Это цитата, если что. Но убивали, наверное, кто не платил. Жизнь безоружного из Ирака или Сирии стоит 5 тысяч долларов. Это уже момент подтверждённый. Долгое время визовый центр в Лодзе штамповал визы 130 тысяч рабочих. И всё для граждан мусульманских стран. Если мы вспомним 15-й год, кризис беженцев в Европе, в общем-то, тогда выборные компании ПИС как раз и строились на том, что Польша должна быть польской, моноэтничное население, развитие и все приоритеты исключительно польской культуры, к польскому образу жизни и католицизму. Нет допуска пришлого элемента. Сейчас же ПИС продолжает играть на настроениях против мусульманской миграции, исламской миграции, миграции из Ближнего Востока. Но тот вскрывшийся визовый скандал показал то, что слова это одно, а когда можно по 500 тысяч, полутора тысяч, 5 тысяч долларов торговать рабочими визами, то функционеры ПИС этим активно занимаются. Простые поляки до сих пор в это не могут поверить. Но как так? Каждый день вы говорите, что с территории Беларуси нелегально перебегают, перепрыгивают через ваш же забор мигранты. Вы даже на референдум выносите миграционный вопрос о сами. В недоумении и в Евросоюзе требуют публичного расследования по визовому скандалу. В Варшаве все настолько накалилось, что в жертву пришлось отправить своего же из ПИС. Вот он, Петр Вавжик. Фигура в преддверии выборов ценная. Он должен был отвечать за организацию голосования в польских представительствах за рубежом. В последние президентские выборы в 2020-м у ПИС в этом вопросе был провальчик. Полякам, хотя чему удивляться, предлагали платить за конверты с избирательными карточками. Вавжика, заместителя министра иностранных дел, оперативно отправили в отставку. А МИД тем временем в местных СМИ окрестили Авгиевой конюшней, где хаос и бардак. Рыба гниет с головы, поэтому все это идет сверху от коррупции политической. Коррупция здесь, безусловно, инструмент узурпации и удержания власти. Люди подкупаются, люди запугиваются. Подкупаются, повторюсь, не всегда финансово, но политически, должностями, сферами влияния. Рядовые поляки тоже чувствуют, как у них пытаются что-то выманить. На улице, дорожная полиция, медучреждения, мелкие чиновники и бюрократы, потому что задана такая модель поведения. Задана сверху политическая коррупция, рождает коррупцию бы там. Матеуш Моровецкий как-то заявлял, что борьба с коррупцией заложена в ДНК закона и справедливости. Польские политологи уточняют, коррупция – генетический дефект ПИС. Коррупция в Польше за последние годы выросла. Индекс восприятия в 2022 в Польше составил 55 пунктов. Это 45-е место в мире и 23-е в Западной Европе. Причем те, кто подбивал статистику, списывают это на, цитата, «эрозию верховенства закона». Правящая партия, им можно все, потому что никто не будет какие-то расследования делать против них. Так уже знаем, что проблема есть. И таких в последние 8 лет таких примеров очень много было. Но все просто после месяца никто об этом не говорил, потому что главный прокуратур сказал, что ничего, ничего не осталось. Так, знаете, чтобы я мог отвечать на ваш вопрос, надо поменять правительство. Кстати, к власти партия «Право и справедливость» пришла в 2015-м именно с лозунгом борьбы с коррупцией. По мнению почти половины населения, власть Польши погрязла в коррупции. Швырять деньгами и покупать вся. Вот суть ПИС. В 2017-м должности лишился официальный представитель Минобороны Польши Бартоломей Мещевич. Уж слишком открыто кутил. В газете «Факт» писали, на ведомственном авто приезжал кабаки. Требовал ведущего всем сообщить, что пан в зале. Угощал и предлагал должности. А еще не имеющие права вести бизнес и здесь, в Пушку. В 2019-м Кочинский заморался с нелегальным бизнесом партии и стройкой небоскребов в центре Варшавы за 300 миллионов евро. По одной из версий, и «Бобровники» польский пункт пропуска закрыли из-за взяток их таможенников. Белорусская повестка – лишь возможность прикрыть свои коррупционные дела. Была у ПИС еще резолюция по противодействию кумовству. Ее представлял Кочинский. Но в документе столько исключений, что по факту ПИС кумовство легализовал. А что Моровецкий, который смел что-то сказать про закон и справедливость в ДНК? Родная сестра премьера фиктивно работала административным помощником в отделе муниципального управления в Кшебнице, которого, по данным новой газеты «Тшебницкой», даже не существовало. Инцидент этого года. Зарплату она получала с 2019-го. Аферистка и супруга Моровецкого пару лет назад продала земельный участок за почти 4 миллиона долларов, купив его до за 185 тысяч долларов. Те, что за право и справедливость, за деньги и только для себя. Что будет с Польшей? ПИС не волновала ни раньше, ни сейчас, в преддверии парламентских выборов. Главное – усидеть в кресле. Могильщики Родины готовы жертвовать своими людьми. 40 миллионов поляков Моровецкий предлагает отправить на войну с русскими. В Польше нет столько людей, там и до 38 миллионов не дотягивает. И это еще надо отнять политиков, у которых есть куда бежать, и их детей, которые и сейчас, например, в Лондоне, в тепле. Правда, Матеуш? Редактор субтитров А.Семкин